Мария Захарова Субтитры создавал DimaTorzok О чем сегодня поговорим? Ну, поговорим о довольно странном заявлении фрау Бербак, глава МИД Германии Анна Лена Бербак, в очередной раз отличилась. Почему в очередной раз? Потому что как-то она уже заявляла там о развороте на 360 градусов. Теперь же она сказала, что будет, ну, определенное такое заявление сделала, что скоро Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. Вот с этой темы мы и начнем общение. Мария Владимировна на связи. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вы хотите начать с новостей абсурда? Давайте. Да, очередные новости абсурда. Да, это уже так. Это уже такая специальная рубрика. Я другого названия вам приложить не могу. Это новости абсурда. Нет других объяснений. Причем, когда произносится фамилия и имя Анна Лена Бербак, это глава МИД Министерства иностранных дел Германии, то я знаю, что все, что она скажет, все, буквально все, требует доскональной проверки. Потому что после каждого заявления, по большому счету, аудитория ставится в тупик. Люди, я видела эту реакцию, то есть люди начинают озираться, смотреть друг на друга, полагая, что они что-то не услышали или услышали не так, потому что этого же не может быть. Но это такой мир. Мир, когда западные либеральные демократии рекрутируют на руководящие посты людей, которые в принципе никаким образом там не могли бы оказаться, если бы ставка делалась на их профессиональные качества. Я сейчас про личные, моральные, нравственные вообще не говорю. Это особая тема, особая субстанция, особая история. Только исключительно профессиональные. Вот если бы исходили из-за того, что министрами иностранных дел или главами правительств должны быть люди, которые разбираются в своей профессии, и вообще мы относимся к этим должностям как наивысшим точкам в профессиональной карьере, ну, опять же, мы прекрасно понимаем, плюс-минус, высшие, наивысшие, так или иначе, находящиеся на высшем уровне. Собственно говоря, так он и называется высшем уровне. То эти люди не могли бы там оказаться по целому ряду причин. Отсутствие образования, отсутствие опыта с практикой, отсутствие, в принципе, талантов, дарований, что, кстати говоря, очень важно, на мой взгляд, тоже в сочетании с образованием и практикой. И здесь то же самое. Я не знаю, где она до этого могла бы отточить свой навык в истории или в международных отношениях, в приговорном процессе, в публичной дипломатии, потому что публичная политика, публичная дипломатия – несколько разные вещи. Человек, который идёт путём декларирования лозунгов на любые темы, потому что он является выдвиженцем от какой-то партии, он не наделён той ответственностью, которой наделён человек, находящийся в должности, в частности, в такой должности. Почему? Потому что в первом случае человек озвучивает свои, ну, я не знаю, мечты, своё личное видение. Кому-то нравится, те люди за него голосуют. Кому-то не нравится, значит, не голосуют. Ответственности, в принципе, не так… Ну, она есть, но в большей степени морального плана. То есть люди не ориентируются на то, что этот человек избранный в профессиональной среде. Люди ориентируются на то, нравится этот человек или не нравится. То есть в большей степени работает и эмоциональный интеллект. Есть такое понятие не просто интеллект, а эмоциональный интеллект. Насколько человек может воздействовать на аудиторию, на конкретного человека. Здесь речь идёт о том, что люди доверяют, в частности, министру иностранных сил ФРГ, должны доверять именно исходя из профессиональных качеств. А где они? Мы слышали про, как вы правильно сказали, сотни тысяч километров, которые разделяют страны друг от друга. Но ничего, что это расстояние между планетами или там между планетой Земля и естественным спутником Земли. Но она это сказала, и она не сочла нужным каким-то образом сказать, что это всё не так. Потом мы слышали разворот 360 градусов. Вы знаете, я не так давно её процитировала, так аудитория, в частности, у меня в Телеграм-канале, она посчитала, что, видимо, это я ошиблась. И мне начали писать, ну как же так, 360 градусов, это оставаться на месте, это то же самое, это забытый круг. То есть никому же в голову не приходит, что человек на такой позиции в стране Евросоюза, и я напомню, Германия всегда претендовала на лидерство в ЕС, вечный спор между Парижем и Берлином. И когда я начала писать о том, что это, в общем-то, прямая цитата из Аннолена Бербок, это, опять же, постигает всех какое-то шоковое состояние, повергает. Ну, собственно говоря, здесь то же самое. То есть либо человек просто не понимает, где находится Луганск, где находится вообще всё. Ну, может быть, она считает, что Луганск тоже находится на расстоянии сотен тысяч километров от Берлина. И вот для того, чтобы придать масштабности тому, что она говорит, она это употребила, что она не знает историю. Может быть, она делает это... Я не могу вам объяснить. Я не знаю. Но ведь она берёт ту самую формулу, которая, в общем-то, десятки лет исповедовалась. Ну, плюс-минус десятки, но последние 10 лет она очень активно использовалась. Вот это вот общее пространство. Только я напомню, там было от Лиссабон до Владивостока. В общем, и никакого насилия в этой формуле, в её насаждении не предполагалось. То есть не предполагалось, что в это общее пространство будут запихивать кого-то силой или идти в противоход с чему-то. Имелось в виду... Ну, я рассказываю министру наставных дел Германии, пользуясь вашим эфиром, который слышит огромная аудитория, в том числе зарубежная, в том числе в Германии. Я тогда открою тайну. Предполагалось построение общего пространства, в первую очередь гуманитарного, но в то же время и экономического, и политического, на основе взаимоуважения и взаимного интереса друг к другу, сопряжения, знаю, целей, задачи, формах реализации. Вот о чём шла речь. И мало того, ещё раз подчеркну, от Лиссабона до Владивостока. И мало того, у этого всего была ещё такая многотрековая, как говорят дипломаты, или многонаправленная работа. Как бы фундамент она подводила под эту форму. О чём я говорю? Ну, например, возьмём безвизовый режим. Много лет шли переговоры как раз, потому что, как вы понимаете, когда вы говорите об общем пространстве, от Лиссабона до Владивостока, то без какого-то общего пространства передвижения, которое не будет иметь разделительных линий, не обойтись. И, собственно говоря, эта работа шла. Чем она завершилась? Она завершилась много лет назад в одностороннем порядке, прекращением со стороны ЕС, обсуждением каких-либо нюансов. Почему? Потому что вначале они пытались придумать историю, что Россия не соблюдает или не выполняет какие-то условия. Потом это стало смешно слушать, потому что безвизовый режим была включена Молдавия, потом уже и Украина. И было понятно, что речь идёт не о соблюдении каких-то формальностей или договорённостей, потому что, как вы понимаете, упомянутые страны далеки от высоких ЕСовских стандартов в соблюдении соответствующих положений, в частности, вопросы безопасности, миграции. Много там нюансов было. И было понятно, что это исключительно политическая история, что она политизирована, что это тот самый бонус, который вбрасывается в пространство не для того, чтобы строить какую-то общую, равноправную, не хочется говорить зону, но всё-таки действительно пространство, общность, а для того, чтобы, потянув вот за этот ключочек, потом, собственно говоря, как на наживку, вытащить то, что им там на Западе нужнее, важнее и выгоднее. А вот и всё, собственно. Про экономику на армии не стоит говорить. 2014 год поставил крест на всех заявлениях ЕСовских режимов и Брюсселя официального о том, что они выступают за либеральные экономики. Никаких либеральных экономик в их представлении не существует. Только палычная административная система, как вы видите, односторонние нелегитимные санкции, что там ещё, квотирование, то разрешение друг другу, то запрет с соответствующими жёсткими очень последствиями даже для собственных членов в этой сфере, в экономике, в финансах. Ну вот, мне кажется, одно только зерно чего стоит, когда они внутри себя не могут договориться, вообще определить, что они хотят. Метание, какие-то разные устремления и так далее. Про политику, наверное, начинать тоже не надо. Вот как бы и всё. То есть что сделала Бербок? Она взяла формулу. Я ещё раз говорю, я не знаю, специально, случайно, где-то она слышала, кто-то ей написал. Отсекла всё то, что закладывалось в эту формулу, так сказать, смыслового, оставила только лозунг, зачем-то туда внедрила город, который точно, в общем, не находится под её контролем и не будет находиться никогда, потому что этот город сам за себя сказал. Не потому что я об этом говорю или кто-либо ещё, а потому что люди этого города сказали так, как они сказали. И говорили они, и сражались они за свою позицию много лет. и выбор они свой сделали, подкрепив его, в общем-то, ратным подвигом. Это всё некрасивые слова, выражения, а это реальность. И, собственно говоря, выдала вот эту усечённую, бессмысленную формулу лозунг даже не на суд публики, а вот просто так. Вот сказала. Но это что, последний раз мы слышим абсурд? Поверьте, не последний раз. Но такие люди удобны. Они очень удобны для западного сообщества. Почему? Ну, потому что они не знают истории, потому что они не знают реальности, потому что, если ты не знаешь истории и не хочешь видеть реальность, всё, ты находишься в каком-то безвоздушном пространстве. Удобно. Удобная история для Запада. Но вопрос в Германии. Вопрос только в том, что насколько это устраивает немцев, а показатели говорят опять же сами за себя. Но люди не могут ничего сделать. В Германии люди не могут с этим ничего сделать. Я вот опубликовал вчера материал по поводу того, как там умирает химическая промышленность. Ну, все люди, которые более-менее знают, что такое Германия, понимают, что это флагман. Химическая промышленность, флагман, и не только экономические, промышленные, но в том числе идеологические. Это наука, это достижение. Вот пытаются что-то сделать. Просто я не хочу повторять это. Зайдите, пожалуйста, почитайте. Там материал со всеми выкладками, цифрами. Очень интересный. Да, в Телеграм-канале так и называется Мария Захарова. Тут есть цифры. Абсолютно никакой идеологии. Ничего. Все данные взяты из, так сказать, германских средств массовой информации. Всё то, что уже опубличено. Потому что это одна из таких центральных тем. Связи, конечно, никто не видит между тем, что у них теперь нет дешёвого, качественного топлива и, так сказать, тем, что эта отрасль не может полноценно работать, потому что нет ресурса, нет обеспечивающего рентабельность топлива. Связи никто не видит между тем, как были подорваны трубопроводы, серийный поток 1 и 2. Все просто констатируют колоссальные проблемы в химической отрасли Германии. Но они есть. А почему? А потому что вот такие люди, которые разглагольствуют про 360 градусов, разворот кардинальный, про сотни тысяч километров, они управляются сейчас этой страной. И вы никогда, вы будете искать, но вы никогда не поймёте, почему вот такие люди пришли в странах Европейского Союза к власти. Никогда. Потому что объяснение не имеет никакой естественной логической связи, кроме одной. Их привели для того, чтобы реализовывать не политику тех людей, страны, которых они представляют, а политику совершенно иного характера, которая нужна и выгодна кому-то извне. Вот и всё. Ну самое интересное же, что наверняка Анна Лена Бербак считает себя сейчас великой. Вот это испытание медными трубами, мы же знаем, да? Она, видимо, не то, что не прошла, она даже не понимает, что это такое. То есть она вот считает, что она великой. Андрей, ничего не могу сказать. Не знаю. Может быть, она тихо мучается. Мы с вами не знаем. Я не обладаю этой информацией. Может быть, она приходит каждый день домой, может быть, её близкие рассказывают о том, какую очередную глупость она заявила, и она страдает, но сделать ничего не может. Возможно такое? Не исключаю. Но мы с вами этого не знаем. Мы знаем досконально другое. Мы знаем первое, что она не является, как и очень многие представители, не только в Германии, но и на Британию. Я прошу прощения. Каким образом люди, которые никогда в жизни не имели отношения ни к каким силовым блокам, вот никогда, то есть они вот в жизни не занимались ничем, что связано там с обороной, ни то что промышленность, вообще ни с чем, даже с пиаром не занимались в сфере оборонки, попадают на должность типа министра обороны Британии. Поэтому это же распространённая проблема. Но это то, что мы знаем, что первое, людей назначают на Западе, которые не владеют данными по своей теме. Ну, вы можете посмотреть, немецкое правительство на протяжении последних лет, очевидно. Второе, они не знают историю или знают её только исключительно с идеологической обработкой. Третий момент, они так же легко, как приходят, так же легко и уходят без каких-то обязательств, без ответственности, без всего. То есть это люди, которые являются такими, знаете, строительными кубиками в каком-то конструкторе, и отнюдь не детском. Мало того, очень важный факт, они принимают решения, и это, кстати говоря, вот, не знаю, мне кажется, очень сопоставимо с тем, что происходит сейчас. Я сейчас про принятие решений с тем, что сейчас происходило и происходит в Армении. Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только с сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита. мало того, они принимают эти решения, которые противоречат всему тому, что они говорили, либо идя на выборы, либо публикуя соответствующие предвыборные программы, либо реализуя в самом начале вот этот предвыборный курс. Вот вы же видите эту западную стратагему, которая теперь еще распространяется не только на Запад. Это как бы вот их такая, в том числе, и экспортная часть. Но это характерная черта. Характерная черта. И когда нам рассказывают о том, что нету как бы этот основной тезис международной правовой основы всего того, что произошло с новыми российскими регионами, хочу спросить. Вы понимаете, что основой легитимности в данном случае является плебисцит? Выраженное народом мнение. У людей спросили не криво, не косо, а прямо. Причем люди много лет требовали того, чтобы их услышали, чтобы им дали возможность высказаться. Им эту возможность дали, и они ответили на важнейшие для себя вопросы открыто, не каким-то способом новотехнологичным, который уводит всю дискуссию вглубь или в сторону, а прямо и открыто. И нам после этого говорят, что нет никакой легитимной стороны у этого вопроса. Хорошо, но вот вы посмотрите, важнейшие решения принимаются для судеб стран Европейского Союза или тех стран, которые идут в их фарватере. Посмотрите, рука Устармении, она не скрывала, что в качестве образца выбирает для себя, ну, по-моему, уже очевидно, просто Париж по французскому политику прильнули полностью по целому ряду вопросов, то есть буквально поставили на пьедестал все то, что говорит Елисейский дворец. Ну и что? Где мнение народа? Где общественное мнение? Где плеписцит по... Ну, нам... Исходя из того, что я слышала и вы слышали, мы слышали все, важнейшему вопросу для Армении. А что, это так сложно было организовать, например? Нет. Это сложно организовать технически. Это сложно сделать с моральной точки зрения, потому что с этим надо будет считаться. Хотя, конечно, мы помним, что сделали с тем же самым референдумом Советского Союза, когда людям официальные... В ходе официальной процедуры, которая проходила по всем канонам проведения плеписцитов, был задан вопрос, люди ответили, и потом все эти результаты, в общем, никуда и не ушли, их никто и не учитывал. Но, еще раз говорю, эта форма является, как об этом говорили все, и политики, и ученые, и историки, хотя не отделяя историков от ученых, но, между социологи и многие другие, действительно, плеписцит, референдум и все формы вот такого прямого народного волеизъявления, когда люди отвечают на вопросы, четко сформулированные, делают это в рамках законной процедуры, являются таким наивысшим проявлением демократии, наивысшим проявлением демократии. Но вы же видите, что этим инструментом пользуется страна, которая обвиняют, много лет обвиняют в недемократичности и так далее, и так далее. И вот мы являемся тем государством, которое действительно демонстрирует приверженность не просто международному праву, ответственному использованию наиболее эффективных, не знаю, подходит ли здесь слово или нет, наиболее, наверное, действительных и репрезентативных инструментов этой самой демократии. А вы же видите, да, как это раздражает Запад? Ведь на самом деле это же исторические примеры. Вот первый исторический пример 2014 год, когда прошел вот этот самый плеписцит, референдум в Крыму, более 400 наблюдателей из разных стран мира было, присутствовало. Сейчас мы видим, как прошли выборы в новых российских территориях, в том числе тоже иностранные наблюдатели были. Ну, конечно, это их раздражает, что вот так все по закону, с учетом устава ООН и так далее. Ну, как это не может не раздражать? Нет, это бешенство вызывает. Это вызывает бешенство, потому что они скатились к тому, что люди, рассуждающие лозунгами, причем вообще антинаучные, антинаучными лозунгами, они приходят к власти и выполняют те задачи, которые прописаны для них не ими и даже не теми, кого они знают. И уж тем более не народом. Ну, простите меня, я не являюсь специалистом по этой теме вот таким узконаправленным, но я же понимаю, чем живет на протяжении десятилетий армянского общества и внутри Армении, и за рубежом. Очевидно же, есть же магистральная тема, которая является для всей Армении темой наиглавнейшей, темой, которая, я не знаю, проросла во всех сферах жизни. И вот по этой самой, самой, может быть, не столько насущной с точки зрения, не знаю, каких-то прикладных, что ли, интересов, но с точки зрения такой государственно образующей или общественно образующей идеи является темой номер один. И что? Я прошу прощения, можно я напомню? Ведь просто для того, чтобы понять, просто чтобы понять, и слово понять в данном случае не углубиться, да, а просто узнать, вот понять с точки зрения узнать официальную позицию Еревана по вопросу Нагорного Карабаха, который они занимали, начали занимать в 23-м году, нам потребовалось несколько месяцев призывов озвучить эту позицию. Об Армении затронули мы вот эту тему Нагорный Карабах, Мария Владимировна об этом говорила, в том числе и о проведении плебисцита, который бы нужно было провести, который нужно было бы сделать, но мнение народа не спросили в Армении. Вот на этом мы закончили, на этой ноте. Ну, Андрей, я ничего не говорила о том, что нужно или не нужно, я просто констатировала, что его не было. Нужно или не нужно, это вопрос каждого общества, но просто если нам все время рассказывать про какую-то международную правовую определенность или неопределенность, я имею в виду западные теоретики, и говорят о том, что все, что делаем мы, это все не так, несмотря на то, что у нас теплебисциты проходят, то хочется понять, а почему и как они видят развитие по другим направлениям. Вот, простите, если вы возьмете ту же самую Швейцарию, это же тоже, тоже где-то на грани абсурда. Люди, которые там живут или работают, являются гражданами этой страны, или просто регуляторы приезжают, знают, что не опросы общественного мнения, именно референдумы проходят по любому бытовому вопросу в зависимости от региона, кантона и так далее, вплоть до того, в какой цвет и какую форму устанавливать забор на главной улице. Ну вот, мне просто интересно, а судьбоносные для Швейцарии вопросы, судьбоносные участие в этой самой антироссийской гибридной войне, и не надо говорить, что это не участие, ну не надо. Потому что когда блокируются счета, когда вводятся, так сказать, все виды стоп-листов, когда присоединяются к заявлениям о нанесении России стратегического поражения, это участие в гибридной войне, и не надо думать, что это не так. Вот по этому вопросу, что там вообще, какие-то плебисциты были общественные, какие-то были слушания, что, или как, или те люди, которые так пришли к власти, они считают, что это как бы априори, включено уже в, их какую-то повестку, или у них абсолютно открыто есть мандат на этот счет, конечно, нет. То есть понимаете, какая интересная чудная игра получается, правда, с плохим результатом для самих этих стран и развития в них демократии. То есть по каким-то вопросам, ну простите уж меня, наверное, важным для жителей, я прекрасно понимаю, мы все с вами живем в каких-то районах, на каких-то улицах, в каких-то домах, и мы любим, нам нравится, чтобы наши мнения учитывали, какие скамейки поставят, как асфальт положат, как там, не знаю, деревья высадят, да, мы активно, ну я, по крайней мере, в этом участвую. Это важно. Но когда ты приним, когда твоя страна принимает решения, простите меня, которые меняют путь следования или путь развития нашего сегодняшнего мира, а хочется спросить, а на основе чего? Вот на основе чего это все делается? Что, Анна Лена Бербок когда-нибудь прилагала провести какой-то референдум где-то у себя в Германии или там часть ее правящей партии по судьбоносным для Германии вопросам, да, таким, как, например, поставки вооружений, или в Швейцарии принимали решение о проведении плебисцита относительно того, насколько она перестает быть нейтральным государством, а у этого есть определенный набор показателей. Насколько она начинает открывать, а это уже происходит многое, ну, наверное, даже уже не лет, наверное, больше десятилетий, открывать свою информацию для финансового характера, банковскую информацию, которая всегда считалась образцом сохранения тайных вкладов в частные собственности и так далее, открываться для американских спецслужб и не просто открывать информацию, а просто ее отгружать туда тоннами, еще участвовать в каких-то там грязных комбинациях. А где плебисцит? Кого спросили? Никого никогда там не спрашивают. А все, что задается в виде некого, да, вот некого, единственное, конечно, вот Brexit. Это была история. Да, это была история. Я, правда, могу сказать, что у меня сомнений нет в том, что вектор развития в Британии, дрейфующий от Европейского Союза был задан помимо плебисцита. Плебисцит должен был только оформить всю эту историю. И, как вы видите, это было не желанием и стремлением людей, потому что мы сейчас читаем ровно противоположное, да, с учетом финансово-экономических показателей и так далее. Я имею в виду, читаем с точки зрения выкладок аналитиков, так сказать, вопросов людей, зачем и почему все это было сделано. Но Deep State, глубинное государство, все это определило именно в таком векторе и формате. Поэтому, собственно говоря, Британия начала дрейфовать. А для того, чтобы придать этому всему как бы внешнюю легитимность, а для британцев традиция святое дел, как они говорят, потому что право-то, как вы помните, обычное, да, и поэтому вот этот момент, я имею в виду, извините, прецедент в данном случае, поэтому для них это все крайне важно, был проведен вот такой как бы масштабный опрос или общественное мнение, или плебисцит, и так далее. Но по другим, чрезвычайно важным для Европейского Союза, или там для тех же, да для всего западного мира вопросом, никогда никаких опросов общественного мнения, которые имели бы какую-то юридическую, легальную, законную силу в качестве решения, я не помню. Я не помню. Или они носили абсолютно карикатурный характер с изначально заданным вектором и предрешенным результатом, либо они не проводились вообще. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что это нужно было сделать. Нет, ни в коем случае. Каждый определяет это сам. Но коль скоро все, кто приходит с лозунгами про примат-демократии, свободу слова или изъявления на устах, не отказываются от этих тезисов. Ну, тогда надо им и соответствовать. Понимаете? А что же получается? Вот приходят люди к власти путем в общем таких агитационных кампаний в социальных сетях, где они реагируют остро на каждый комментарий, который либо затирается, либо там сидит бригада онлайн, которая дает соответствующие развернутые ответы как бы от имени этого политика. И это очень важно. И говорится о том, что это такое общение с народом. А когда доходят до судьбоносных вопросов, касающихся жизни этого народа, все сразу о свободе слова забывают, начинают прикрывать неудобные каналы, начинается разговор о том, что как это, судьбой рвется нить, как бы вот это все уже и так понятно или непонятно, оно так получилось. Подождите минуточку. Если в социальных сетях с людьми в той же самой Армении общались по даже самым незначительным поводам и задавали вопросы и, так сказать, раскачивали всю эту ситуацию, активнейшим образом обсуждали предыдущие власти, то такой центральный, еще раз подчеркну, не для нынешнего только поколения граждан Армении, а для многих поколений граждан Армении, жителей Армении, людей, которые ассоциируют и заявляют о принадлежности к этой нации, вопрос, может быть, его тоже можно было пообсуждать и в социальных сетях, и как-то в других формах, но ведь нет, еще раз повторю, мы ведь несколько месяцев задавали этот вопрос, скажите, а какая позиция официального Еревана по данной теме? Это же как-то странно, я прошу прощения, но все принципиально важные вопросы, которые обсуждает страна, в том числе в рамках международных переговоров, в общем-то всегда формулируются, да, есть тонкости переговорного момента, абсолютно точно, нюансировки, есть вещи, которые настолько чувствительны, что они не подлежат опубличиванию, потому что ведется кропотливая работа, безусловно, это так, в общем-то, это тоже часть политики и международной политики, но простите, ведь страна заходит на эти переговоры с позицией, и позиция это не позиция конкретного политика или конкретной группы политиков, это все-таки позиция государства, а что такое позиция государства? Это позиция народа, это позиция народа живучего и сейчас, и того народа, который отстаивал этот самый принципиальный вопрос в историческом контексте. Кого-то спросили, что-то было заявлено, а ведь на самом-то деле вот такие кулуарные, подковёрные, где-то там, знаете, секретные переговоры уже давно велись с очевидной позицией, просто она не публичилась. Ещё раз говорю, да, есть нюансы, безусловно, когда стороны ведут переговоры, они ведут эти переговоры не под камеры, они ведут эти переговоры не в онлайн-формате, и, конечно, огромное количество нюансов, которые согласовываются, тем более в сложнейших темах, но, минуточку, со со своей формированной позиции как государства в первую очередь стороны, представляющие эту страну, выходят в публичное пространство, говоря о том, что для них является их официальной точкой зрения, их позиции, их платформой. Что-то было сделано за несколько лет, мы увидели, за несколько лет, не десятилетий, за несколько, за пару лет, мы услышали три диаметральные точки зрения, озвученные официально Ереваном по данному вопросу, диаметрально противоположные, то есть вы представите, как это может быть? Ну, это же вот собственно и всё, но ещё раз, поэтому ни в коем случае никому ничего не навязываем, не советуем и не говорим, что это нужно было сделать или не нужно было сделать, это просто констатация факта. Вот понимаете, с одной стороны тяготеть к демократии, говорить о свободе слова и об отстаивании позиций демократическим путём, а с другой стороны вот вам реальные факты. Они же реальные факты, я же сейчас ничего не приукрасила, ни о чём не умолчала, это так и есть. То есть решения по судьбоносному для Армении вопросу были приняты без учёта мнения армянского народа были приняты как раз где-то там за рубежом под эгидой Брюсселя и Парижа несколько месяцев не озвучивались, видимо, изнутри, готовя каким-то образом, какими-то информационными технологиями, так сказать, страховку на случай народного гнева и потом были представлены как нечто, так сказать, случившееся, неизбежное и так далее. Как неизбежное, как случившееся. Это позиция, с которой официальный Ереван зашёл на переговоры под эгидой Запада. Это нужно понимать и нужно быть в этом смысле правдивым. Ещё одну тему хочется поднять, эта тема касается безопасности. Мы с вами уже упоминали главу МИД, но только вот Германии, говорили об Аналине Бербак. Давайте оставим пока в стороне её перлы с разворотами там на 360 градусов и всё остальное. До новых, скажем так, до новых встреч оставим, пока она что-нибудь новенькое не придумает. И обратим внимание на главу МИД Литвы Габриэлюс Лансбергис. Он сказал, что призвал даже распространить пятую статью НАТО и, далее цитата, ядерный зонтик на Украину и оставленные в серой зоне страны на границах Альянса. Ну, довольно громкое такое заявление. Насколько такие вообще предложения угрожают системе мировой безопасности и есть ли для них предпосылки? Это Литва сказало, да? Да, 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 да. Это вот глава МИД Литвы такой вот выдал. Мне просто интересно, а только Украине с точки зрения официальной Литвы нужно, так сказать, предоставить ядерный статус? Вот по его мнению, видимо, да. А почему так вот, почему так себя нужно ограничивать с точки зрения Литвы? Или они считают, что они настолько никому неинтересны, что их заявление никто и не слышит? Вообще-то, если делается официальное заявление, оно фиксируется во многих точках мира. И многие, ну, например, где-нибудь в районе Корейского полуострова или Ближнего Востока зададут себе вопрос, а чем они хуже? А почему кто-то может и должен обладать ядерным оружием вот так? Потому что, например, кто-то в Министерстве иностранных делах Литвы об этом сказал, а в других частях света не может. Есть целый, можно сказать, целый контур или целая сфера, целый сон международных правил документов, которые определяют наличие или отсутствие ядерного статуса. Сейчас не будем с вами все это подчинять, но это целая структура, это, можно сказать, такая, знаете, кристаллическая сетка, кристаллическая решетка, международно-правовая, которая обрамляет эту очень сложную тему. Там, кстати говоря, нигде не написано, что власти Литвы имеют какие-то особые полномочия по этому вопросу. Мало того, это страна официальная, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. Ну, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно. В целом, в ряде регионов мира этот вопрос будут задавать в том числе люди. А почему, если западное сообщество полагает, ну, кто-то из этого самого западного сообщества, что отдельной стране положен ядерный статус в обход всего, просто потому, что они так решили. Вот кто-то где-то там почему другим не положено в других частях света. Если это всё объясняется вопросами безопасности, так я вас уверяю, многие страны найдут намного более серьёзные реальные аргументы, связанные с их собственной безопасностью. В Литве как об этом задумались? Вот как это считается, Андрей? Или это, как вы абсолютно правильно сказали из разряда разворота на 360 градусов, когда лишь бы сказать, а там уже как кривая выведет? У меня вообще сомнение, что этот текст он сам сочинял, вот честно говоря. Судя по тому, что он там сказал на этом Варшавском форуме безопасности, он как-то так громко заявил, туда и Польшу приплёл и сказал, что вот мы должны... Я очень хорошо помню реакцию, кстати говоря, либеральнейших кругов, вот действительно людей, которые никогда не не были замечены не были замечены в антилиберальных взглядах. Я очень хорошо помню полемику примерно конца 2013 года, когда очередной Майдан сносил украинскую государственность, да, по улицам ходили, ладно, ходили, разъезжали на грузовиках между подожжённых покрышек боевики с коктейлями Молотова, когда они сапёрными лопатками крушили всё вокруг себя, когда они обкладывались кострами, когда они врывались в здания официальные государственные учреждения, муниципальные органы власти и крушили всё там. Я помню, как люди, ещё раз подчеркиваю, исключительно либеральным взглядом говорили, причём публично об этом говорили, какое счастье, что там, на территории Украины, нет ядерного оружия, потому что все прекрасно понимали. Вот с такими же сапёрными лопатками под действием этого знаменитого майданного чая с какими-то коктейлями Молотова или потом уже просто огнестрельным оружием они могли ворваться куда угодно, абсолютно куда угодно. Да, понятно, что это всё было срежиссировано американцами, есовцами, понятно, но вы же прекрасно понимаете, знаете, немало исторических примеров, когда всё вроде шло по плану, а потом закончилось неожиданно. И какое счастье, говорили, ещё раз подчеркну, крайне либерально настроенные люди, что у Украины нету ядерного оружия. Понимаете, вот это тот самый был момент, когда все поняли, что решение было тогда принято единственно правильным. вот вам и ответ на этот вопрос. И того, чтобы обладать оружием массового уничтожения поражения, мы сейчас не берёмся даже рассуждать на тему ядерное, химическое, какое-либо другое. И я не анализирую международную правовую как раз систему управления этими вопросами, я говорю только с такой, знаете, исключительно политологической точки зрения. Вообще-то нужно иметь крепкую государственность. Вы же прекрасно понимаете, что все опасные, ну вот хорошо, можно, очень бытовой пример. Маленький ребёнок дома. Вы же прекрасно знаете, когда на розетке электрические, которые мы все пользуемся в быту, которые в принципе не являются ничем опасным, но при наличии маленького ребёнка в доме ставят специальные заглушки. специальные стопоры ставятся на лестнице, хотя лестница не является опять же ничем опасным. Мы пользуемся, нет никакой инструкции о том, что для того, чтобы спуститься по лестнице, должен надеть бронежилет и так далее. Но есть какие-то вещи, которые сохраняют и предохраняют от негативного развития событий. Вот здесь то же самое. Должна быть крепкая система государственных ограничений, гарантирующая, что эти вещи, которые сами по себе являются смертельно опасными, не будут подвергнуты риску попадания в руки или под управление теми, кто ими управлять не должен и в принципе не может. Эта система может быть только в крепком государстве. Я по словам крепкий подразумеваю всё. Мне кажется, это оптимальное слово крепкий. Это и наличие государственности, и наличие соответствующих институтов в государстве, и распределение властей, и наличие силового блока, это и законность, и применение этих законностей, этих самых законов по исполнению законности. Без этого не бывает. Ну не может быть. Ещё раз говорю, вот банальный пример, да, так сказать, бытовой. я привела. Посмотрите, какая сейчас Украина с ядерным оружием. Вы можете представить, кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. Они не могут управлять ничем, ни мыслями, ни эмоциями. Я не говорю ни о какой государственности. Её на Украине не было в принципе уже давно. Она была изничтожена тем, что они поставили свою страну под внешнее управление, под финансовые потоки, под непосредственное управление своей законодательной системой, под силовое, постановку силового блока в зависимости от западных спецслужб и так далее. о чём говорить, если даже земля теперь украинскому народу не принадлежит, а может свободно и находиться в собственности у иностранцев в любых буквально формах управления, так она ещё и вывозится. Вот просто так физически этот чернозём вывозит. Это земля. И мало того, этого доказалось недостаточно, но ещё и заражается путём применения руками этих самых несчастных граждан Украины снарядов с радиоактивным с радиоактивным с обеднённым ураном. С обеднённым ураном. Понимаете, о чём мы говорим? Базовые вещи они не могут контролировать. Базовые. Законы меняются на 180 градусов просто потому, что ну просто потому, что вот сегодня такой день. Вот понимаете, там люди смотрят на календарь, и то вторник, а пойдёмте-ка, понимаете? Или просто от того, что привезли какие-то там чемоданы, набитые с деньгами, на банково или куда-то там в Радуе. И все это знают, никто это не отрицает. Вот борьба с коррупцией. Гениально же проходят на территории Украины. Сначала отрицали, потом получили деньги на борьбу с коррупцией, процесс пошёл, потом получили ещё много денег, их тоже все разворовали, потом, когда уже их припёрли к стене, потому что всё, потому что хоть что-то нужно за эти деньги предъявить. Вроде как бы начали говорить о том, кто виноват в коррупции, а сейчас сказали, что никто из них и не виноват. Ну это же, вы понимаете, какой ядер наружу. И вот туда, в гущу оружие массового уничтожения поставить. Ну вы представляете, что это такое? Но с учётом того, что такие люди, как Анна, Лена, Бербок, так сказать, находятся у власти в странах Европейского Союза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина. Они же об этом говорили, или они, по крайней мере, не отдёргивались Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил. Да, действительно, и за этим мы тоже следим и комментируем, и рассказываем об этом в эфире Радио Спутник. Мария Владимировна, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Очередная программа Марии Захаровой была в нашем эфире. И, конечно же, оставайтесь с нами. Меня зовут Андрей Матюхин. На Радио Спутник всегда есть о чём поговорить. Мария Захарова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова